И всем привет, дорогие друзья! С вами канал Black Horror, и мы продолжаем играть в Dark Souls 3. Вы можете спросить, Black Horror, почему ты опять голый? А я вам отвечу. Как вы помните, мы в прошлой серии разговаривали и нашли новых сожителей наших в Храме Огня. Так вот, я просто взял и выкупил у них все сеты. Теперь хочу их, соответственно, на себя примерить. Итак, начнем мы с этого воина, которого мы покупали у этого человека, который рядом с нами. Вот у него были плотные кожаные штаны, плотные кожаные наручи, плотный кожаный доспех, а на голову у него был обычный шлем и шлем вора. Вот мы вот так вот пока что наденемся, и что мы видим? Мы видим воина, который был во втором Dark Souls, который подарил нам Мил. И мы видим еще стандартное, скажем, одеяние воина в первом Dark Souls. Вот. Это очень круто. Сет мне очень нравится, красивый, потрясающий. Давайте уже оденем вместо него тогда прикид маску вора. Почему она продается как бы тоже вместе с этим сетом у него? И что мы видим? Мы видим вот. Тоже довольно-таки... Да нет, не все нормально не выглядит. Маска вора явно здесь идеальна. Но она выглядит тоже очень круто. Это напоминает, наверное, знаете, уже что-нибудь от Bloodborne. А теперь оденем сет. Я их сам еще не надевал. Я не знаю, насколько они круто будут выглядеть. Сет пираманта. Вот. Штаны. Платок. Куртка. И его вот это тут корона. Это просто чудесно. Вы посмотрите. Блин, какой же красивый сет. Офигеть. Ё-моё. Я в нем смотрюсь настолько красиво, что я влюблен в своего героя. О боже, этот сет прекрасен. Да, друзья. Помимо всего этого, я еще тоже на накопленную душу, чтобы купить сет. Также я приобрел у дамы, которую тоже мы взяли в свои путницы, кольцо. Она, конечно, нам пока что вообще не нужна. Ну, как вы знаете, копить кольца, коллекционировать, мне нравится в Драксосе. Добавляет ячейку заклинаний. Кольцо, переданное каримскому святому, добавляет ячейку для дополнительных заклинаний. В Кариме древние сказания звучали голосами святых. Те учили наизусть. А бесчисленные священные книги извучно читали их. За что и стали широко известны. Вот такое вот колечко. Друзья, давайте будем ходить с этим сетом. Блин, во-первых, он намного легче явно. Мы нагрузку, вон, 28% всего лишь испытываем. Мы, конечно, можем сделать следующее. Немножко улучшить сет. То есть, например, вместо шлема. Давайте посмотрим. Так, это кольца. Что если, ну, не знаю, что-нибудь другое надену. Что также будет смотреться очень круто. Да нет, здесь корона очень круто смотрится. Нет, здесь именно корона смотрится очень круто. Ничего не наденешь, короче. Ладно. Вставим корону. Так, можно вместо платка, например, не знаю. Но это явно выглядит уже не так. Вот прям сет он вообще такой красивый. Ой. Так, вот платок пироманды я надену. Вот, в принципе, можно, если что, кожаную наручу надеть. Например, кожаную. Ну, в кожаных, если что, можно. Чтобы брони просто было больше. Хотя мы от этого всяких заклинаний меньше урона получаем. Так вот, я немножко, конечно же, напокупал всяких заклинаний, связанные с пиромантией. Вот, например, мгновенный полот. То есть, как видите, у меня в левой руке огненная рука. Вот, например. Оп. И все. У меня защита от огня. Очень круто. Я, пересматрив многие, сейчас скажу, что мне понравилось больше всего. Я решил, наверное, в ячейку взять вот это тут. Вот. Огненный шар обычный. Нормально, сойдет. Мне нравится. Больше ничего не скажешь. Можно, конечно, надеть кольцо, и у нас таких заклинаний больше будет. Но если мы его наденем, то какое бы нам снять? Вылечит из-за восстанавливаем эстуса. Подождите, давайте посмотрим на нашу полосу здоровья. А теперь уберем вот это кольцо. Что-нибудь изменится? Да ничего не изменилось. Давайте наденем вот это кольцо тогда. И у нас будет два заклинания. Две ячейки. На вторую ячейку мы... Не знаю, создаем огромное мощное пламя в ладони. Да, интенсивное подоотделение повышает защиту от пламени. Так, ну давайте, наверное, вот это что ли, мощный поджог. Ой, подожди, не наоборот. Все сделает. Вот, хотя нет, он много ест. Окей, этот огненный струй пуляет тоже прикольно, в принципе. Вот это давайте. Чтобы у нас было два заклинания все равно. Вот как он будет работать, огненный шар. Посмотрим, как мы сможем выжить в таком сете, в таком обличье. И еще, напоследок. Смотрите-ка, мы можем ему дать кость, которую мы находили. О, дать кость Лоретте. Давайте прочитаем. Я не могу понять, зачем мне ее давать. Вот так, давай, перестанем с ним говорить. Инвентарь. Где же она находилась? А, вот вижу. Старая обесвеченная человеческая кость, которую проделала несколько дыр. Поселение нежити нашли мертвую женщину. Разжимала руки эту кость, ее звали Лоретте. Мы же ей, наверное, кольцо должны были отдать. Сейчас ему передадим. Давайте. Святые небеса. Она уже была мертва. Спасибо. Впрочем, я не удивлю. Линь, гора с плеч, правда. Оставь кольцо себе. Ну, это безделушка в знамя благодарности. У меня тут ничего новенького не появилось, что ли? Нет. А что забей? Сейчас левое и будь на чеку. Это настоящая дыра. Какой смысл воровать, если все равно потом никуда пойти? А что он нам дал-то? Ладно, я не понял. Он, наверное, про кольцо имел в виду. Что-то, по-моему, эту безделушку оставь себе. Ну, ладно. Вернули, так вернули. У меня 1682 души. Можно было бы что-нибудь купить. Сам не знаю, что. А вот чтобы использовать... Да, какие-нибудь такие заклинания, интересно. Что же для этого нужно-то? Посох чародея, наверное, нужен. Давайте купим посох чародея и... Вот это. Души все равно просто. Никуда не пропадали, иными словами. Да, и в быстрый инвентарь добавим теперь еще флягу с пепельным эстусом. Чтобы АУК хотя бы один раз можно было прокачать... Восстановить. Так, ну что ж, отправляемся мы дальше. Перенестись. На сей раз... Мы идем... Так. Ну да. Подножье утеса. Как вы помните... Старого доброго друга, которого мы встретили... Кому мы не направляемся. Вот она. Стадо это. Идет здесь. Ладно. Мимо них пройдем. Атаковать никого сильно не будем. Меня никто не заметит. Так, здесь, наверное, можно и пробежать быстренько. Давайте. Бляха пробежал, конечно же. Идите, как к черту. Эх, блин. Что, мне с вами придется сражаться, что ли? Либо как свалите к черту. Да иди ты к черту. Вы сюда не зайдете. Вы не зайдете... Да еброс. Ага. Он передумал. А, нет, не передумал. Передумал. Ладно, выпьем пока Эстус. Так вот, друзья. А, для тех, кому интересно... Про как... Ладно, давайте его убьем, короче. Ладно, он уходит. Блин, он не успокоится. Все, я его сейчас убью. Меня он бесит. Так вот, друзья. Про какого я друга говорил? Что мы встретили здесь? Мы встретили Сигмайры из Катарины. Это очень интересное... Вообще, как бы, это имя Сигмайра было. У них было свое племя. Если как я не ошибаюсь. Вот. И, по идее, он умер в первой части. Но, судя по привычкам, которые мы встретили здесь... То есть, вот это... Хм... Хм... Это признаки самого этого, скажем, предводителя. У него еще есть дочь и так далее. Ладно. Где-то был наверху. Мы тем временем спускаемся вниз. Уйдите. Мы сюда уже как-то спустились. Я помню. Что-то подумали, что здесь будет босс. И решили не идти. Ну, теперь пройдемся. Может, не будет босс. Видите, какое большое пространство. Хотя здесь никто не нападает. Ладно. Кто у нас тут? Есть кто тут? Я вижу, там кто-то стоит возле... Двери. Уголь. Ну, ладно. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давайте уйдем от него. Перман-т. На Ой, блин, прицел от него отошел Случайно Вот на то и круто быть здесь магом Надо будет только прокачивать А то, как видите, не бесконечно Фига себе Значит, ты любишь у нас весело проводить время Ладно Так, давайте-ка Отбежим, отбежим, отбежим маленько Поднимемся чуть выше Выпьем глоточек Включим ярость Отлично Иритилийский меч Ну-ка, что это за меч? Я хочу посмотреть Так Такими мечами пользовались рыцари Отправившиеся в экспедицию в холодную долину Оружие словно обернуто прохладным воздухом Который наносит врагам урон от холода Рыцари в итоге превратились в зверей Которых можно было легко призвать Звуком черного колокольчика Понтифика Салливана Навык Готовность Слова атака нарушает устойчивость врага А следом за ней идет более Сильная Кулющая атака Можно использовать в различных ситуациях Давайте посмотрим Ну-ка, возьмем две руки Отлично Очень напоминает как мечу Лодрика На которой у нас По характеристикам А нет, по характеристикам Мы можем уже с ним пользоваться Но я возьму пока что свою секеру Я ее не зря прокачал до плюс 3 Так Выпьем Нестус Можно было еще выпить Флягу с пепельным Отлично Я у К вообще еще не прокачивался Не прокачивал за персонажа Но как Явно видно можно Открываем ворота Что, лес спавших гигантов что ли? Путь жертв А тут и костер Давайте посидим вокруг него Эта же тварь не появляется заново Да вроде нет Кстати, давайте Вот такой вот Интересный момент Мы вроде как Прошли здесь Убили тварь Костер даже открыли рядом То есть недалеко От всего ушли Давайте поднимемся наверх Я все очень хочу Подняться на самый верх Можно ли как туда вообще подняться? Селение нежити Блин, он такой красивый Наш главный персонаж Так, отлично Может как-то рычаг Нужно взаимодействовать? Нет? Ну-ка Вот мы все равно Идем вниз Почему? Наверное же явно Можно как-то подняться Вот я помню В Бладборне Были какие-то хитрости с этим То есть Может быть нам нужно А я понял А я понял Я правда понял Да 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 Сейчас сделаем следующую В общем смотрите Данная же Штука имеет как бы Две Поверхность скажем Здесь и там Мы просто быстренько Пробежим Она пойдет вниз И мы Сядем вроде как на другую не прав да я абсолютно прав давайте наверх но где-то там внизу что ладно вы чуть повыше поднялись вернемся еще туда похоже похоже там и находится этот монстр мы его убьем ты меня хочешь убить уничтожили только чтоб на нас не убал кольцо с ястребом вот его лук и вот его стрелы большим огромное же место и чё вокруг ничего нет он нас хотел убить так а мы там были внизу смотрите-ка дракон как-то ход так я там что-то не было в замок какой-то что за замок а вот куда это мы в самый низ спустились в лес это вон туда вот-вот видите вот вот где-то здесь путь жертв лес находится ладно давайте посмотрим что за кольцо мне вот интересно так усилит за счету при низкой милоровья нет вот если что место этого поменяю увеличивает дальность полета стрел ну это кольцо связывает с гохом соколиных глаз одним из четырех рыцарь гвина первого повелителя увеличивает дальность полета стрел старшим возрасте великана гоха ослепили впрочем это не помешало ему повергнуть несущего бедствия дракона выстрел на своего большого луко ну вот мне явно не нужно такое заклинание но все так давайте спустимся низ и где-нибудь у нас есть шанс прыгнуть вот подождите ай блин я жив офигеть видели на каком моменте жив остался ладно что как то я думал там еще можно выше как а вот и наш друг так ладно давайте посмотрим так и еще тот же момент там же явно можно было чуть выше забраться разве нет походить где-то как нибудь отойти и вверх посмотреть нельзя прям на этой поверхности но милитер калитку ничего нам никак не призвать ладно как бы вроде бы казалось можно было наверное это мне просто показалось ну-ка давайте поговорим с не пропадай так я даже разволновался но благодаря тебе меня посетила гениальная я разгадал загадку то непостижимого устройства он сам не навязываю начинаю себя сомневаться и поднялся вверх на башню как не казалось а потом каким-то образом оказался здесь не уверен как получилось в любом случае видишь вон там здоровый такой чудовищ я не трус и рука моя тверда при взгляде на него у меня мурашки похожи так что хорошенько подумать перед тем как отправиться туда я могу попробовать образумить его нет ничего не выйдет он слишком горит придется поработать головой так ладно спускаемся ниже смотрим нет ли ничего тут потайно и еще ниже быть так ну-ка давайте-ка смотреть на монстры значит напасть напасть так я спущусь не вернусь нет надо было подождать но теперь уже поздно я сигман рыцарь из катарины сражаясь на твоей стороне так давайте-ка спустимся наверно ниже чуть а то слишком как-то высоко и ничего не получается господи как же а вот это кстати наверное не очень уж кстати хорошая идея пытаться огненное заклинание против огненного дракона какого-то использовали а добивай он что-то махи фигел маленькой огненным самоцвет отлично ну иду впечатляешь но не надо брать на себя слишком много мы не горящие должны помнить о своем долге но прямо сейчас нам есть что прознать сегвардом пью за твою твой за мой меч и за нашу победу путь солнца тост прикольно ну не знаю как ты а я взрывну вообще после хорошего праздника ничего лучше сна не может быть а а блин ха-ха так ну знаете чё я предлагаю друзей например как бы так все успеем друзья после хорошей победы нужно и поспать блин это офигенно так ладно что нас там еще и жестов поменяли бы вот этот еще давай короче За здоровье Ой, блин Ладно, доставай уже свой меч Точнее топор Так, косточка возвращения Где бы здесь костер найти? Потому что не зря нам косточку возвращения дали Костра нет Пока же нам некуда возвращаться Ну, вы поняли То есть обратно не вернуться Костра не посидеть Вообще ничего не сделать Вот это место здесь Как-то Пустовато, что ли Так, ну ладно Пустовато или нет, я вижу вещь Которую я бы хотел подобрать Большая дубина Так, ну вот там вот мы ходили как раз Ну, допустим Заметьте, что, наверное, какая-то подгрузка присутствует Когда мы перемещаемся Потому что отсюда я, например, вообще не вижу Там обуху есть или нет Вообще кажется, что будто бы Место какое-то, знаете Там Ну Странно Ой, у меня же стрел нет Ё-моё Ну ладно Вернёмся ещё Надо будет стрел купить Его же больше никак не достать Ну да Может как-то спрыгнуть на те Камиста там И как-то Не знаю Так, ладно, что у нас тут Тут всё горит Просто всё горит Так, вот Вот эти вот Мудаки Сейчас кто-нибудь спрыгнет на меня Ладно Вроде мёртвый Угу Помет Твой Испугался Так, здесь уже есть один мудак Блин Не то использовал Отлично Ай, блин Ещё один Так Господи Красивый череп Вообще Прям нужная вещь, конечно Костры нет Вообще непонятно Куда эти все места приведут Ну, в итоге Вот, блин Вот Пометка же была Что он с дюрой Как их так нужно убивать Чтобы они меня не задели, а? Какие-то люди сидят И заросли уже давно Опа А вас я не видел Ладно Подходи ко мне Так, а что если это мимик? Это не мимик Зашибись Хе Так, ну и что тут у нас? Комок темной смолы Неплохо Твою-то мать А у меня и магии нет Не эстус один Ну так вот хватило И достаточно Так Ох ты Ё-моё Только у меня может Кровотечение пойти Нет Потеря крови Твою мать Твою мать Ну что, друзья Как видите Мы вернулись На эту же точку Он, кстати Пропал Сигбайр Наш Любименький Я не знаю Куда он мог деться Но, как видите Он пропал Поспал уже Пока мы Подохли тут Эх Ладно Нужно забрать Свои 9 тысяч душ Все-таки 9 тысяч Я думаю Можно пройти мимо Потому что там Вещь, которая валяется Нам явно Уже больше не нужна Так Ну и давайте Волков убьем Так У нас магия есть На сей раз Вот, кстати Наши душ Так Мы помним Что они будут выпадать Когда к сундуку подходишь Падать оттуда А нам это тоже не надо Берем И сейчас начнем Их закидывать Этих мудаков Которые Убили меня Хорошо вам, а? Сейчас вас закидаю Огнем Я тоже так умею Как вы Обнимашки Устраивать с огнем Тоже могу Ах ты Ёпарас Это Отлично А там чужого А там чужого А там чужого А там чужого Хе-хе-хе Блин Иди сюда Комучник поджег Тебя как сделан На Блин Кому Какие еще Обнимашки Я не хочу Обнимашек Спать уложил По-твоему Что ли Это Так Ну те пусть там И тусуются Нам к ним Нет смысла Подходить Идем сюда Нужно будет Обязательно Стрелы купить И вернуться Еще сюда И еще сбить Что-нибудь Не будет Такого Пока я тут Куда-нибудь Иду Иду А там Такой босс Неожиданно Типа Хей О Кольцо Флинин Ну-ка Давайте-ка Посмотрим Ой Снял Случайно Блин Сейчас все заклинания Куда-нибудь Денутся Да нет Все нормально Линия нормальная А у нас Пока нет Так Давайте смотреть Кольцо Флинина Прославленного Убора Снижает весь Снаряжение Повышает силу Атаки На стороне Флина сражался Сам ветер Флин был героем Среди слабых И бедных Впрочем Даже его Почитателем Известно Что все это Не более чем Красивая сказка Я бы ее надел Часть из заклинания Все Какая-то часть Заклинания Удалена Но надеюсь Та, которая Да Огненный шар Остался И мне сойдет Сил атаки Величина Но нагрузка Стала меньше Это ж круто Ну хотя Как-то непонятно Вот было 38 Убрал 36 И что это Снижает Вес Ну снаряжение На само по себе Снаряжение Да, видите Хотя тоже Я ничего не понимаю Как-то Может и кольцо Само сказка Смотрите-ка А, нет Все Там Там это было дерево Так думаю Что это Такое еще Какой-то проход Думаю внизу Там просто дерево Ну босс Дерево Донесло Слушай Мы наверное Таким ходом Просто к тому боссу Идем к другому Которого уже победили Ну Косточка Возвращение Че-то много их дают Намек на то Что костров нет Так что Типа Иди лесом Отсюда Так Ну явно Понятно У меня все Так Бля Ладно я живой Прыгнуть хотел Называется О Деяние Измеры Перчатки Кольцо Я знаю Я знаю Этого человека Ну точнее Тут Женщину Другими словами Блин Это круто Это вообще Крутяцко Прям Давайте Походим Потом будем разбирать У нее еще Шлем был Маска Че-то ее нам Не дали И смотрите Как где мы Спускаемся Прям к боссу К этому А еще Помню Думал Что-то Как будто Там ходить Можно Интересно Куда А вон Оказывается Куда Ладно Ладно Это круто Это все Очень круто Предлагаю Добраться До костра Мы знаем Где Заберем Стрелы И сходим Еще Заберем Наши вещички Которые Можно С Это Как-то Чтобы они Оттуда Свалились Так Отлично Нечестиво Убили Там она Короче Выносливость Кольцо Очень хорошее Наверное Сейчас Буду Как-нибудь Использовать Не знаю Какой-нибудь Убрать Придется Оно В общем Выносливость Быстрее Восстанавливается Очень круто Кольцо Вон 2610 Уже Видишь Чтобы Лыву прокачивать Не хватит Нам это Так сильно Не надо Перенестись Пока что В хромогне Давайте посмотрим Ну что ж Друзья Как видите Мы находимся Тут Но не с пустыми руками Я наверное Вся раз взял Где у меня Лук Кубил стрел Столько Сколько хватит Давайте Скинем Твою Там И что Это Мне такое Не нравится Ладно Этот еще Упал вниз А что С тем То Делать Бледный Язык Подожди Тут можно Забраться Было Наверное Я Не обязательно Мне нужен Сет Сет Офигеть Там новый сет Так друзья Давайте Прямо здесь Будем находиться И здесь Разбирать Абсолютно Все Что мы нашли Начнем С кольца В общем Кольцо Очень крутое кольцо Между прочим Кольцо Получено Получило свое название Из-за украшения В виде Зеленого цветка Чей блеск Уже давно Угас Ускоряет Восстановление Выносливости Вот я его и ставлю Так Наверное Вместо вот этого кольца Я бы все-таки Это вставил Ну снижение веса Снаряжения Хотя Сейчас нам это не нужно Так Давайте теперь Снимем с нас Сайт На же один сет Савидж Нет Чего Но я помню Что еще штаны Миры Так Он уже рыцарь Наверное Да Это все было Вот штаны Миры Сейчас наденем Так Перчатки Из мира И все Вот такой вот Дамы и господа В общем Во втором Драк Соус Когда мы попадали в одно место Где еще там босс был такой Знаете Четырех руки В какую-то Будку Не знаю Будка пиратов Я точно не помню Там стояла такая же женщина Которая вроде нам могла помочь Она Самоцвета вроде доводилась Я не помню Точно не помню Вот у нее еще был шлем В виде такой маски Как знаете У доктора Средневекового То есть клюв такой Такая она не маска была Очень прикольно Сет вообще вроде как бы Является Неплохим И Вообще Нет Нет Нетяжелым Но Сейчас мы наденем Северный доспех Что это у нас Доспех рыцарь Это наш Уже доспех Так Северные перчатки Северные штаны И Северный шлем Офигенно Просто Круто Слышите Каких-то цепей Хотя никаких нет Хотя он на плече Наверное Это они О Я даже не знаю Тут Тут один за другим Сет все круче и круче И я Не знаю В каком не ходить Но мне вот этот Тоже очень нравится Так Пока что надену Костюм Пермэнта Вот Так Из оружия Вроде нам Ничего не падало Я уже что-то забыл Пока сюда Ушел Да Ничего такого Сверхъестественного Друзья Над этим все С вами был канал Блэк Хоррор Оставляйте в комментариях Какой вам сет понравился Больше всего Чтобы если что Я в нем и буду ходить Но пока что Это все Друзья Всем Спасибо за просмотр С вами был канал Блэк Хоррор Вот Выпиваю за вас тост Эх Всем удачи И всем пока Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok